Здравствуйте! Это программа в центре внимания. Традиционно мы выбираем из множества тем, то, что интересует многих, и традиционно стараемся осветить ее максимально всесторонне. Сегодня в центре внимания грядущий юбилей Северного Арктического Федерального Университета. Сегодня это не только крупнейший вуз в регионе, но и самое большое предприятие в Архангельской области. В САФО обучается более 20 тысяч студентов, работает свыше 4 тысяч сотрудников. Впрочем, от общего к частному. Моими собеседниками станут представители филиала САФО в Северодвинске, директор Института судостроения и морской арктической техники Севмаштус Марк Ивлев и директор технического колледжа Сергей Гриб. Здравствуйте! Здравствуйте! Марк Леонидович, мы говорим Северодвинск, подразумеваем предприятия оборонной промышленности. Я не сомневаюсь, что ваш вуз ориентирован прежде всего на оборонку. Так вот, удалось ли сохранить систему обучения завод в ТУЗ? Да, конечно. И мы считаем это одним из наших достижений, сохранение интегрированной системы подготовки завод в ТУЗ. Вот насколько в современных условиях эта система востребована? Эта система, как показывает практика, как показывает жизнь, она востребована была и 50 лет назад, когда Севмаштус организовался, образовался. Она востребована была все эти годы, и она востребована сейчас. Я уверен, она будет востребована в будущем. Дело в том, что студенты, обучающиеся по системе завод в ТУЗ, это фактически целевая подготовка персонала для наших предприятий оборонки. Это Звездочка, Севмаш, Арктика, НПТБ, Онега, Биус и другие. И, соответственно, предприятия все время испытывают потребность в пополнении своих инженерных кадров, в исполнении выбывающих кадров. Поэтому данная система, которая сочетает в себе ряд очень интересных и ценных особенностей, она, конечно, востребована. Согласитесь, молодежь становится более мобильной, кто-то грезит горизонтами столичными. Вот в этом плане как удается ребят, что называется, удержать на родной земле? Ну, раз уж мы заговорили с вами о системе подготовки завод в ТУЗ, я еще немножечко скажу о ней, и я думаю, отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что студент, поступающий на обучение к нам в институт по системе завод в ТУЗ, одновременно с поступлением сразу же трудоустраивается на одной из базовых предприятий. Это зависит от выбранного направления подготовки и от некоторых других факторов. Это раз. Второе, что следует из этого, это то, что студент по окончании института не должен искать себе место работы, оно у него уже есть. И самое главное, студент в ходе обучения, в течение тех нескольких вечерних семестров, когда он органично сочетает днем работу на предприятии, проходя ступени, карьерная лестница, начиная от ученика, заканчивая, скажем, квалифицированным рабочим, либо даже младшим инженерным персоналом ко времени окончания вуза, он знает предприятие изнутри. То есть у такого студента отсутствует адаптационный период на предприятии. В отличие от обычного студента дневной формы обучения, который приходит на предприятие и фактически видит это все впервые. И там ему говорят, забудьте обо всем, начинаем заново. И это тоже говорят, хотя это не вполне справедливо, как мы понимаем. Но у нашего студента, обучающегося по системе завод в ТУС, такой проблемы нет. Он уже знает предприятие, его знают на рабочем месте, в цехе, в отделе, там, где он будет работать. И он стартует уже с более выгодной позиции, чем обычный студент. Сергей Владимирович, а насколько интегрирован технический колледж в эту систему? Если говорить о системе завод в ТУС, это система, которая существует в рамках высшей школы. Но если говорить в целом об интеграции, то есть о совместной подготовке, совместной с предприятиями подготовки наших специалистов, наших выпускников, традиционно у нас даже колледж расположен у непосредственно у самого предприятия, у Севмаш предприятия. Традиционно сам колледж в 1939 году был построен для обеспечения кадрами 402-го завода, то есть нынешнего Севмаш предприятия, квалифицированными рабочими кадрами. На сегодняшний день мы проводим подготовку по семи рабочим специальностям. И все виды практики по профилю специальности, в том числе и преддипломная практика, проходят на предприятиях в цехах, на производственных участках, в отделах и службах предприятий. Поэтому наш студент, практически так же, как и студент Севмаш-стуза, имеет неотвлеченное, а вполне конкретное представление о том, чем ему придется заниматься, на каком участке, на каком месте он будет работать и какие производственные задачи он уже сможет решать. Насколько вы востребованы среди потенциальных абитуриентов? — Скажу так, как лицо заинтересованное, постараюсь быть максимально корректно, ответить на этот вопрос. К нам поступают ребята из Вологодской, из Ярославской областей, из Карелии, то есть не только из Северодвинска и Архангельска, как крупных населенных пунктов, из Архангельской области. Практически география не ограничена. Есть примеры, когда у нас учатся ребята, родители которых живут на Северном Кавказе. Это вот о востребованности. — Март Леонидович, говоря о перспективах, хочу уточнить, где работают ваши выпускники? Только ли география из Северодвинска заканчивается? — Конечно, нет. Если посмотреть на весь спектр наших выпускников, тех, кого мы сумели подготовить за прошедшие 50 лет, то мы с вами обнаружим, что наши выпускники работают не только в Северодвинске, не только у нас в области, и даже не только в судостроении, судоремонте, а, собственно, по всей России и за рубежом. Если говорить о сегодняшних студентах и об их перспективах, о том, где они окажутся по окончании вуза, ну, скажу так. Ребята, обучающиеся по системе заводов ТУС, как я уже говорил выше, уже заранее трудоустроены. Конечно, никто не говорит о том, что они не могут сменить место работы, предприятия и, вообще говоря, профиль деятельности. Но, как правило, большинство, подавляющее большинство, конечно, остается и работает на предприятиях, вырастает. А так, география трудоустройства наших выпускников, она не ограничивается от Архангельской области. — Вот вопрос трудоустройства, несомненно, он один из самых главных для тех, кто получает образование в ваших учебных заведениях. Насколько интерес к вам повышается в связи хотя бы с тем, что государство себя достаточно мощно позиционирует в сфере военно-промышленного комплекса, растет оборонный заказ, значит, нужны рабочие кадры, об этом говорят сами предприятия. Поэтому к вам идут люди? — Ну да. Вы знаете, вы совершенно верно заметили, что в последние годы в связи с тем, что растет гособоронзаказ, и самое главное, все об этом знают, это известно всей стране, и все прекрасно понимают, что наши предприятия, оборонки, северодвинские, они обеспечены заказами на много лет вперед. Это обуславливает, с одной стороны, потребность предприятий в новых инженерных кадрах, с другой стороны, это действует как стимул для набора. Абитуриенты видят, что здесь они. Да, это, конечно, не столица, может быть, в чем-то мы проигрываем в плане инфраструктуры, но студенты прекрасно понимают, что здесь они у себя. Думаю, что здесь у них будет работа, карьерный рост при наличии желания и, собственно говоря, способностей. Поэтому, да, данный фактор, несомненно, работает на пользу нам и обеспечивает нам напор. — Сергей Владимирович, ну, «Севмаштус» — это в хорошем смысле слова бренд. Испытываете ли вы конкуренцию на поле битвы за абитуриентов? — Конечно, испытываем. Достойных образовательных организаций среднего профессионального образования на северо-западе России достаточно. Но вместе с тем я бы не сказал, что у нас существуют определенные проблемы в плане набора. Еще ни разу за свою историю колледж не... Скажем так, ни разу не было такой ситуации, когда колледж не смог бы выполнить план набора. То есть, причем, очень хорошо поставлена работа, профориентационная работа, скажем, в межприемный, я так позволю себе сказать, период. Весь учебный год у нас в филиале существует центр профориентации, который работает весь учебный год с будущими абитуриентами, в том числе и по всей Архангельской области, и за ее пределами тоже. Плюс существует интернет-ресурсы, на котором вся информация об условиях обучения, об условиях поступления размещается. Ну и кроме всего прочего, скажем так, в настоящее время, видимо, опять же, государство прекрасно понимает потребность в специалистах среднего звена. Поэтому я думаю, что это было одной из причин, когда в новой редакции федерального закона об образовании в Российской Федерации поступление в образовательные организации среднего профессионального образования стало возможно без проведения выступительных испытаний. Ну, исключительно на основе конкурса аттестатов. Мы говорим о качестве образования, а я хочу спросить, каковы социальные гарантии у тех, кто обучается? Что выделяет, может быть, ваше учебное заведение на фоне других? Социальное обеспечение, социальная воспитательная работа с нашими студентами. А в данном секторе или в данной части колледжу во многом стало работать легче. Почему? Потому что работает весь ресурс Северно-Арктического федерального университета. Здесь и базы отдыха, здесь и спортивная и культурно-массовая работа, здесь и возможность получения повышенных стипендий. Кроме всего прочего, у нас есть возможность, и мы эту возможность используем. Это стипендии наших предприятий, именные стипендии. То есть это тем, кто проявил себя на учебе? Тем, кто проявил себя в учебе при прохождении производственной практики, скажем. На конкретном предприятии? На конкретном предприятии. Кроме всего прочего, существует возможность оказания материальной помощи, скажем, в трудной жизненной ситуации ребятам. Кроме всего прочего, ресурс филиала — это несколько общежитий, в которых студенты могут проживать, иногородние студенты могут проживать. То есть вот с точки зрения социальных и, скажем, подобных гарантий, ситуация, она, если коротко, обусловлена ресурсами университета, огромными ресурсами. Марк Леонидович, если говорить о проектах с предприятиями Объединенной судостроительной корпорации, насколько вы тесно работаете, насколько, может быть, уже вы интегрированы друг в друга? Да, но, понимаете, ОСК, Объединенная судостроительная корпорация, это все-таки основной наш заказчик. И даже тогда, когда как таковой корпорации не было, я уже говорил, наши предприятия, основные, городообразующие, они были главнейшими. А на начальном этапе существования института единственными заказчиками наших выпускников. Да, теперь, конечно, будем говорить партнеры. Разумеется, работая в столь тесной кооперации с предприятиями ОСК уже много-много лет, мы не можем не иметь каких-то совместных проектов. Они есть, они постоянно ведутся, скажем, научно-исследовательская работа, опытно-конструкция. Вот хотелось бы упомянуть в этой связи проект, который мы проводили два года, начиная с 2012 года, с предприятием «Звездочка» по созданию нового высокотехнологичного производства импортозамещающих движительно-рулевых комплексов. Это, попросту говоря, винторулевые колонки. Там наш специалист провели совместно с предприятием огромный объем работы. И вот сейчас «Звездочка» строит новый цех, где будут выпускаться современнейшие винторулевые комплексы, которым нет аналогов в России. «Звездочка» — единственное предприятие в этом роде. И огромный труд, повторяю, наших ученых, наших сотрудников вложен в ту продукцию, которая будет там выпускаться. Также и с другим предприятием мы достаточно тесно работаем, не только со «Звездочкой». Хотел бы заметить, что в последнее время нам, конечно, стало проще выполнять какие-либо проекты по заказам предприятий, потому что с вступлением в федеральный университет 1 июля 2012 года в ТУС достаточно неплохо модернизировал свою материально-техническую базу. В основном, конечно, это учебное оборудование, но в то же время есть оборудование, которое можно использовать в ходе выполнения работ по заказам предприятий, в ходе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Возвращаясь к предыдущему вопросу, о котором мы говорили, вот Сергей Владимирович сказал про социальные гарантии, я бы все-таки еще раз подчеркнул, что есть еще одна гарантия, благодаря которой абитуриенты к нам идут и, в общем-то, и должны идти, как я считаю. Вот я сказал только что о модернизации. Это касается и в ТУЗа, и отчасти колледжа, там тоже произошли большие перемены с вступлением в федеральный университет. Собственно, мы по большей части свою материальную базу обновили полностью, и, естественно, это сказывается на привлекательности наших учебных заведений для потенциальных абитуриентов. Даже школьники, приходящие к нам на экскурсии в течение учебного года, Центр профориентации наш постоянно к нам вводит школьников не только северодвинских и архангельских, из районов области, и даже приезжают из других городов и других областей. Они же видят это все, и они прекрасно понимают, как и их родители, сопровождающие лица, что вот здесь, в таком современном учебном заведении, можно говорить о качестве образования. Поэтому вступление в федеральный университет и модернизация нашей материально-технической базы, я считаю, это огромный вклад в повышение нашего статуса, в повышение нашей привлекательности для абитуриентов. У нас сейчас очень неплохая материальная база, и вкупе с опытом и знаниями наших преподавателей, я думаю, это позволяет говорить о той самой гарантии, с которой я начал, гарантии высокого качества образования у нас. — Марк Леонидович, Вы практически полностью ответили на мой вопрос о том, что дало Вам вхождение в состав Северного Арктического Федерального Университета. Тот же вопрос я адресую Сергею Владимировичу. — Если говорить в целом, укрупненно, но в рамках одной передачи не рассказать обо всем детально, — в целом кардинальное изменение учебно-материальной базы. Это то, что на сегодняшний день отличает наш колледж, я думаю, от подавляющего большинства российских образовательных организаций среднего профессионального образования. начиная от того, что из наших учебно-производственных мастерских на сегодняшний день, ну так, получился, они превратились в технологический центр, реально. Причем центр, который работает на весь университет, не только на колледж. — И это основное достоинство тех изменений, которые произошли. Почему? Потому что, как говорят, на чем учишь, таков и результат. Это как раз к качеству обучения, к привлекательности самого колледжа для абитуриентов. Для того, чтобы, скажем, каким образом появляется желание у абитуриента пойти сюда. Мама с папой мотивацию у ребенка формируют, наверное, более всего. И когда родители знают, мы проводим дни открытой двери, мы проводим встречи с будущими абитуриентами, мы устраиваем экскурсии, вот то, о чем уже и Марк Леонидович говорил. Поэтому о колледже знают много, и добрыми вещами земля полнится. Все прекрасно видят и восхищаются. Приезжал один из директоров технического колледжа, который до 2010 года руководил колледжем. Он был в восхищении тем, что увидел. За какие-то четыре года произошли кардинальные изменения в данном случае. У нас проводилось региональное совещание руководителей образовательных организаций среднего профессионального образования Архангельской области. И мы принимали делегацию практически большинства руководителей учреждений СПО области. Люди были, скажем, мои коллеги были просто восхищены от того, что удалось сделать. На самом деле, вот это самое основное, что дало вхождение в состав университета. Вот имя СФО, оно помогает в позиционировании на федеральном уровне? Я имею в виду участие в каких-то проектах, программах? Так. Разумеется, не будем забывать, что статус Федерального университета очень многое дает. Федеральных университетов в стране всего 10. И осознавать то, что ты один из десяти в стране, при том, что в стране несколько сотен вузов, это дорогого стоит. И действительно, статус Федерального университета позволяет нам участвовать во многих программах в тех, куда вход закрыт обычным высшим учебным заведением. Естественно, это накладывает свой отпечаток и на объемы федерального финансирования, и на все прочие, так сказать, аспекты нашей жизни. Поэтому, находясь в статусе филиала Федерального университета, мы, конечно, очень выросли. И я думаю, что все это прекрасно понимают, и потенциальные абитуриенты тоже. Конечно, с дипломом Федерального университета вопрос трудоустройства, если, скажем, наш выпускник захочет в любом городе страны где-либо трудоустроиться, конечно, это большой плюс. И потом не будем забывать о том, что все-таки Севмаштуз — это одно из ведущих учебных заведений страны по подготовке кадров для судостроения. Таких, на самом деле, очень немного. И поэтому, если ты идешь с дипломом Севмаштуза, а вы верно заметили выше, что это бренд, наш институт знают, выпускников нашего института ценят, а тем более, когда диплом Севмаштуза подкреплен еще статусом Федерального университета, ну, это вдвойне хорошо. Спасибо большое за то, что пришли к нам на программу. Надеюсь, у наших зрителей стало более полное понимание о том, как выглядит и что представляет из себя филиал в САФУ в Северодвинске. На этом наша программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.